Итак, дорогие друзья, дарю вам свет, дарю вам радость, дарю вам знания. Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии, и сейчас мы проходим мануальные приемы с ногами спереди. Ну, соответственно, с бедрами сюда тоже все это входит. Постараюсь в одном ролике про все случаи сразу рассказать. Значит, мы уже до этого расшатали колено во все стороны, я уже это показывал, сейчас просто углубляться не буду. Или рассказать подробнее, да? Ну, давайте просто быстро расскажу, да. Значит, разминаем колено во все стороны. Сначала чашечку, стопу нагнули на человека, да, расшатали чашечку, как бы спрессовали ее, согрели, да. Теперь подбили ногу, как мячом, прижали горе так, чтобы была горизонтально, параллельно столу, то есть, параллельно антипозвоночнику. Ну, если не получается, да, то можете с животом прижать или грузью. Схватили рукой выше стопы, за эквазр стопы примерно, да, вот так, и вытягиваем стопу вот туда, в стол, в стол, под углом вперед-вниз. Таким образом, мы мобилизируем связки голеностопные, да, и иногда вот, где вот, то есть, передплюсниваем кости, вот здесь тоже. То есть, в двух-трех местах может быть шелчок. Теперь раскрываем колено с латеральной стороны, то есть, с этой стороны его растягиваем, да, корпусом поворачивая на человека, сажаем его, так скажем, в позу полулотоса, да, здесь у нас больно лежит параллельно столу, перед эквазрикулярной оси позвоночника. Потом в другую сторону раскрываем, где она, в идеальную сторону колена, за счет того, что опираемся в губную клетку и расцегиваем вот сюда. Тут нашу мышцу можно также дополнительно потянуть, которая крепится к уголку подвешной кости, в другую сторону. Она, связка тоже может щелкнуть в этом месте. Растянули ногу теперь в бок колена, практически положили на стол, второй рукой я придерживаю, противоположу ногу, чтобы она не поднималась. Не хватает рук, упираемся грудью, либо животом. Растянули бедро мягко к столу, в эту сторону, внутрь, получается, загунув колено, да. Только упираемся не в колено, чтобы не повредить его, а упираемся в бедро. Можно несколько раз расшатать, если человек уже позволяет, он уже привык к такому движению. Ну, кстати, вот в этот момент тоже тут может хрустнуть. Хрустнуть с такой вот, видели? И колено тоже. Ну, там, наверное, был слышен сейчас, да, на камере. Теперь упираемся животом в бедро, не в бедро, извините, в бедро мы будем двигать, да, сжимая, а упираемся в колено, в коленку, да, и манипулируем, расшатываем бедро. Далее, мы расшатали практически во все стороны коленку, да. Вот сейчас мы должны почувствовать, что вот как мы, каждый сустав у нас движется, да, вот как на пальчики. То есть сустав коленный, сустав бедренный. Привели ногу под прямым углом, здесь и здесь. И расшатываем, не просто качаем вот так вот, да, а расшатываем. И чувствуем, ну, как его вот чувствую, да, где, как хоре, где какая мобильность, где какие-то степени свободы есть. Как бы вот так вот внутренним ухом все это прослушиваем, да, прочувствуем. Теперь вправляем медиальный мениск коленочашечки, ой, колено, да, находим, где сгибаются колена, да, вот. Вставляем указательный палец, ну-ка любой, безымянный палец, колончук. Любой палец вставляем сюда, второй палец обратно, чтобы просто придерживать колено. Разворачиваем ногу внутрь, вот так вот накручиваем, как бы натягиваем, вот дошли до преднапряжения, и потом поставим. То же самое делаем обратную сторону, находим линию сгиба, да, где колено возгибается. Вставляем в мениск, большим пальцем получается, да, натягиваем с себя, натягиваем дошли до преднапряжения, и нога под 90 градусов, колено находится. Теперь, если нам нужно поработать с бедром, оно, например, вывихнуто вперед, да, то нам нужно... Вывихать, конечно, серьезно. Ну, давайте, ладно, в этом видеоролике, хотя бы для следующего ролика оставить. Спасибо. Продолжение следует...